Здравствуйте, меня зовут Калтачихина Ирина Владимировна, я врач-офтальмолог в медицинской клинике Глазко. Сегодня расскажу вам о таком очень распространенном заболевании, как катаракта. Катаракта это помутнение хрусталик. Давайте посмотрим, что такое хрусталик. Хрусталик это оптическая линза глаза. Она находится у нас за радужкой. Вот она радужка, которая дает нам цвет глаза. И здесь вот он у нас хрусталик. Он находится в капсуле, вот как раз и происходит его помутнение. Что значит мутнеет хрусталик? Это обычно физиологически больше всего возрастные изменения. Как вот волосы у нас сидеют, точно так же происходит и с нашими хрусталиками. Они постепенно уплотняются, на них откладываются продукты обмена и он становится бурым, серым и и прозрачность всего теряется. Как это проявляется? Человек очень долго вообще может даже не замечать, что у него начинается катаракта. Как раз это очень характерно, бессимптомное течение, вот именно начальное течение катаракты. Очень часто катаракта развивается по периферии хрусталика, не сразу задействован центр. И по периферии хрусталика начинается помутнение. Уже когда хрусталик задействован почти полностью начинается эти помутнения, только тогда проявляются первые симптомы. Человек такое ощущение появляется, что как будто видит через грязную старую пленку. То есть изображение становится более размытым, контрастность предметов падает резко, все нечетко, иногда даже появляется и двоение предметов. Катаракта может быть как врожденный у маленьких младенцев. Также может быть чаще бывает приобретенный. Бывает катаракта травматическая, вследствие разных травм, то есть посттравматическая развивается катаракта. Но чаще всего все-таки это возрастная катаракта. Если мы возьмем даже 10 лет назад, очень часто катаракта возникала уже у пожилых людей, это после 60, даже 70 лет, то сейчас катаракта молодеет. И если бывает, что пациенты встречаются и в 30 лет, и это для нас уже не новость. То есть катаракта молодеет, и поэтому очень важно вовремя приходить и обследоваться профилактически. Катаракты это многофакторное заболевание. Существуют как внешние факторы, факторы среды, так и внутренние факторы самого организма, которые может приводить к этому заболеванию. Например, внутренний, это сахарный диабет. У людей, которые страдают сахарным диабетом, повышается в разы риск именно развития, причем быстрого развития катаракты. Также это может быть, если из внешних факторов среды, это чрезмерно наше солнышко. Люди, которые носят солнцезащитные очки, доказано, что у них развивается катаракта намного медленнее, поэтому ношение солнцезащитных очков обязательно не только пожилым, но и в молодом возрасте. Очень часто катаракт, особенно в первых этапах, протекает бессимптомно. То есть человек сам даже не замечает, что у него развивается катаракта. И когда приходит просто, например, на профилактический осмотр и либо вообще совершенно с другими жалобами, вдруг выясняется, что у него развивается катаракта. Чтобы диагностировать катаракту, необходимо посмотреть на орган зрения через щелевую лампу. Что же такое щелевая лампа? Щелевая лампа это некий микроскоп, микроскоп с помощью которого мы смотрим как раз и на хрусталик. Под увеличением под определенным мы можем рассмотреть каждую структуру глаза и хрусталик в том числе. И как раз на хрусталике, а хрусталик у нас в капсуле, видно на какой стадии идет вообще развитие катаракты. Начальная это катаракта или уже достаточно большие поумутнения, пора ли идти оперироваться пациенту или можно еще подождать. Как раз осмотр на щелевой лампе у нас входит в общий офтальмологический осмотр. Это обязательная часть осмотра, поэтому всегда, когда к нам приходит пациент на полную диагностику, мы просматриваем его хрусталики. Полную диагностику обязательно по поводу катаракты надо проходить каждому пациенту после 40 лет, потому что, еще раз повторю, катаракта молодеет. Если раньше мы выявляли катаракту в основном после 60 лет, то сейчас может быть она возникла даже в 30-летнем возрасте. Поэтому после 40 лет обязательный полный офтальмологический осмотр минимум раз в год. При выявлении катаракты мы советуем все-таки на первых этапах наблюдаться каждые полгода, чтобы оценить динамику, как развивается катаракта. Бывает, что катаракты развиваются очень медленными темпами и человек в определенной стадии, в начальной даже стадии, может протекать вот это заболевание даже в течение 10-5 лет. А бывает развитие катаракты очень интенсивным и поэтому приходится иногда даже назначать осмотры каждые три месяца. Это все можно определить, конечно, на приеме, посмотрев шелевую лампу и оценить, как хрусталик, с какой скоростью увеличиваются эти уплотнения на хрусталике. На сегодняшний день основной метод лечения, конечно, катаракты, это хирургическое лечение. Но перед хирургическим лечением обязательно мы всегда назначаем консервативное лечение. Это в основном витаминные капли с антиоксидантной активностью, то есть хрусталик мы питаем витаминами всевозможными, насыщаем антиоксидантами, чтобы вот эти уплотнения хрусталика, они не увеличивались, чтобы улучшить трофику, питание хрусталика. В связи с этим тогда мы можем чуть-чуть затормозить процесс. У кого-то с помощью вот именно консервативное лечение как раз и удается затормозить развитие катаракты даже в течение пяти-десяти лет. Мы можем отдалить хирургическое лечение. Поэтому очень важно не ждать, когда катаракта созреет и идти сразу на хирургию, а все-таки попробовать ее затормозить. На сегодняшний день хирургия, именно оперирование катаракты очень-очень развита также в нашей стране, поэтому бояться таких операций не стоит. Оперирование происходит в один день пациенты, на следующий буквально день уже зрение намного лучше становится. И процесс адаптации после операции тоже очень быстрый, поэтому в течение месяца обычно пациенты адаптируются и качество зрения достаточно высокое. Самая главная профилактика катаракты это ежегодные осмотры, полные осмотры у врача- офтальмолога. А также очень важно носить все-таки солнцезащитные очки, капать витаминные капли, вести здоровый образ жизни. Не забывайте проходить ежегодные офтальмологические осмотры, а также не забывайте своих родных, приводите своих близких, маму, папу, бабушек, дедушек. Для них это очень важно. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам доброго!